Здравствуйте! Вы смотрите обзор рынка криптовалют в студии Вероника Днепровская. Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что к 20 декабря текущего года должна быть создана и представлена концепция использования блокчейн-технологии в российских реалиях, в которой раскрываются преимущества нового бизнес-процесса для граждан и для бизнеса страны. Процесс ICO, по словам зампреда ЦБ, становится источником финансирования стартапов, что, несомненно, дает новые возможности развития бизнеса в России. ICO должно проводиться по аналогии с IPO, но на более легких условиях. Вопрос защиты инвесторов, заинтересованных в такого рода деятельности, также активно обсуждается и будет включен в концепцию. В отношении криптовалют должно пройти осмысление и понимание на уровне страны и финансовых рынков в целом, а также должен решиться вопрос, к какому классу отнести цифровые валюты и как их регулировать. Также Скоробогатова рассказала о регуляторной песочнице – площадке, в которой вскоре можно будет протестировать новую технологию и регуляторам, и участникам бизнес-процесса. По мнению Алексея Моисеева, заместителя министра финансов, криптовалюты имеют временный характер и торговли на территории России не предполагается. Юридический статус цифровой валюты может быть определен как иное имущество, а именно финансовый актив. Майнинг планируется подвергнуть налогоблажению, однако лицензирование процесса добычи криптовалюты требовать не будет. По нашему мнению, процесс внедрения и регулирования ICO в России окажет положительное влияние на развитие малого и среднего бизнеса, а именно даст дорогу идеям молодых специалистов. Безусловно, новый формат привлечения инвестиций в стартапы должен быть опробирован, урегулирован и понятен участникам бизнес-процесса. Вы смотрели обзор крипторынка. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых важных событий цифрового мира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...